всем доброго дамы и господа с вами гедон и я приветствую вас в своем ежегодном новогоднем подкасте уже 11 подряд подкаст у нас каждый новый год я выпускаю хотя в 2021 выпустил не под новый год припоздал каюсь каюсь и помню это сейчас же как обычно под новый год для вас несколько пожеланий обзор того что у нас было в ушедшем 22 году для многих только только уходящим и обзор того что ожидает нас 2024 уже году сначала хочу поздравить вас кого-то с наступающим для многих уже с наступившим новым годом выпив за это душного чайку как всегда хорош и хочу вам пожелать следующем новом году каждого дня как весеннего чудесного дыхания природы которого я так жду всегда желаю всем того же чего хотел бы пожелать и себе чтобы все были конечно здоровы в этом году я поболел но как видите не пропустил ни одной супер крупной triple и новинки чему я весьма рад потому что в предыдущем я пропустил достаточно много и это меня сильно расстроило поэтому здоровья вам всем не болейте обязательно управлять чтобы не было такого как в конце этого года все подряд болеют непонятно какими-то болезнями вирусами уже черт ногу сломит что там ходит по планете видимо никто уже не разбирается поэтому берегите себя ну и конечно же убить будьте любимы и наслаждайтесь каждым днем ну а теперь давайте-ка мы приступим к распаковке некоторых подарочков мне тут перед новым годом я тут припас перед новым годом подарили несколько подарочек сначала вот в каком пакетике от тори бусти чатика знает открыточка вот такая красивенькая с новым годом желаю чтобы новый год был в разы ярче предыдущего тори тори спасибо большое по случаю передала вместе с другим подарком который будет следующий тут она передала еще вот такие вот чинюхи говорит спекла сама попробуйте с кристиной скажите обязательно обязательно спасибо еще не пробовали конечно и как она увидела как я постил шока бомбочки пара шока бомбочек вот таких вот заварим обязательно с каковой ну а встретился с ней потому что она передала мне подарочек от рейдэфа бусти чатика опять же знает ну и те кто часто мои стримы смотрят тоже знают в таком пакетике рейдэф мой постоянный зритель донатор а там у нас пакетики я еще не доставал но знаю что это там у нас пакетики там у нас пакетики вот мы достаем я кстати реально не доставал стоишь от первый раз там у нас пакетики вот такой вот смешной дракошка привет привет я я дракошка эмм 2024 года и желаю вам всем зеленого и и вот такого вот как мой моя кофточка и вот вот эти мои ножки красного настроения и чтобы были вы счастливы и довольны в этом году и да не постигнет вас всякой чахе вот и чтоб ведьмак не пришел и не отрубил вам голову а то я чё-то снимаюсь вот пускай дракошка у нас но я не буду вставать и туда ставить педра кошка сидит рядом с душной чашечкой рэй спасибо большое тоже большое за подарки еще немножечко душного чайку и так давайте посмотрим на те игры которые у нас были в будущем году и вспомним их да и конечно перед тем как все это сделать я вспоминаю про стримы и про тяжелую работу модеров хотел бы поблагодарить вас всех ребята за работу всех помню тех благодарю спасибо большое что помогаете спасибо большое что следите за стримами и за вк и за дискордом вы молодцы большие и так 2023 год я начал с добивания останков я завершил вальгалу последним стримом последними заданиями на трехчасовом стриме потом мы добили с вами к листа протокол который кстати говоря недавно вышел в озвучке и далее вышел for spoken который конечно оказался чет достаточно большим провалом ну не допройдя его нет кстати я прошел его всего за 6 стримов блин такой короткий да пройдя его я начал новый dead space ремейка которым на самом деле я под конец года уже и под забыл ремейк кстати был хорош мне понравился а после ремейку у нас дорогие друзья был гарри поттер вернее хогвартс не было там гарри поттера как раз практически год мы начали хогвартсом год мы и закончили хогвартсом только-только у нас озвучка вышла для игры а игра вышла у нас феврале превосходная игра прохождение с первая часть собрала миллион четыреста тысяч просмотров несмотря на то что у меня были проблемы в самом начале стрима прим отлетал скорость падала в общем поганый интернет меня подвел но ничего я его заменил аж так меня это тема выбесила далее после хогвартса вышел atomic heart мы не до пройдя хогварт скинулись проходить atomic heart он не такой у нас был длинный и и я его тоже не до пройдя а начал с легкой проходить forest а потом добил atomic heart прошел хогвартс хогвартсами по поводу хогвартсом не очень понравилась игра есть честно одна из моих любимых в этом году на может быть даже и самая любимая на самом деле atomic heart вышел который меня в общем-то и ну не удивил если честно да он порадовал во многих моментах многие мемасы многие сцены прикольные бабка клёвая и атмосфера классная но в целом мне очень не понравилась боевка в игре поэтому ну не могу сказать что прям зашло мне сильно я запомнил и прикипел к игре нет мне не нравится стрельба мне не нравится боевка потому слегка поприкалывались немного форесте такая себе конечно игруль один стрим я сделал павлом пален династии такое себе конечно жопоразрывательное приключение а немножко мы посмотрели clash такую нишевую игру может даже не стоило не упоминать diablo поиграл я в эту и начал проходить ремейк четвертого резидента одна из тоже лучших игр вообще в этом году очень понравилось удовольствием с удовольствием прошел правда опять же не сразу до прошел перебила ремейк ремейк рим ну как ремейк риммаст нет все таки это ремейк был первой части the last of us и ну я просто сделал первый взгляд мы посмотрели я не стал полностью проходить на самом деле можно было бы неплохо они переделали игру далее после четвертого резидента у нас дорогие друзья что же у нас было дополнение похоразин целую чкой мы простились до следующей части естественно такое себе средненькое дополнение и далее у нас средненький вышел dead island 2 поиграл но в общем сожалению он не порадовал никого забыли даже про игру если честно мне так кажется а потом вышел джедай джедай был настолько хорош что мы его проходили даже сначала с английским ну переводы там не было проходили с английскими сабами а потом быстренько ребята зона games кинули нам русификатор машинного перевода и мы уже тянулись играли мне понравилась игра тоже очень хорошая далее провальный вышел redfall на один стрим и тут я решил взять зельду я решил взять не только зельду но дорогие друзья еще и еще и вот впервые я наверно пока ну и может на стриме он на стриме наверно показывал решил взять nintendo switch заморочился купил именно вот такой мне очень понравилась вот эта вот версия покемоновская и кстати на switch мне еще разработчики ремейка готики ремастера готики для свеча догнали ключик 1 и дали ключи чатми экраны 1 и 2 части а понятно это у меня система подумала что я в switch решил поиграть но я так и не поиграл в первую-вторую часть на свече готики может быть в следующем году я бы сыграл чисто посмотрел потому что в готику я в принципе ты не играл вообще не ни разу первую-вторую я имею ввиду вот поиграй мы в зельду прикольненькая игрушка но мне кажется все таки она не для стримов хоть и достаточно веселая но там очень-очень много хождения рождения и поиска просто интересных моментов хотя и но много однобразия много однобразия поэтому мне как показалось она не для стрима поугарали с лёхой мы в outlast но мне такое такое не нравится то есть чисто мультиплеерное что-то там для меня все это как-то на втором плане вот далее вышла 4 диабло которую я тоже сыграл но на два стрима как-то не знаю не очень мне такое заходит если честно смотрели лайсов пи это демка выходила и начали проходить final фэнтези 16 не так она конечно мне понравилось как 7 вот я 7 даже полностью не прошел но как-то в седьмую меня больше тянет мысленно я бы я бы прошел тут времени нету как обычно чем вот шестнадцатая ну не знаю тоже хороший очень финал очка но но не лучше пятнадцатый момент примерно больше понравилось может быть из-за атмосферы может быть из-за времени в котором проходят события не знаю так маленькая игра dream forgotten sorrow небольшая игра shadow gambit the cursed crew от создателей desperados и к сожалению это их последняя игра мими мими games закрылись после выхода shadow gambit вот они выпустили эту игру она как не окупилась не зашла и они к сожалению выпустив бесплатно два dlc вот так вот финальным аккордом закрыли свою студию очень-очень жаль а посмотрели какую-то переделку лэйр софирс какими-то с парочкой новых глав такое себе тоже чужие темная бездна на первый взгляд был дальше я проходил очень-очень очень много final фэнтези летом перед большим таким перерывом dlc каллиста протокол тоже на один стрим был на один стрим также были джеки тэлэнс 3 с лёхами даже в копич этом ковырялись и ремном 2 я решил не приходить полностью тоже мне не очень такой заходит посмотрел залетел даже лазу разок в lost ark поиграл впервые и далее вышло дополнение для atomic hard кстати ждем нового дополнения для atomic hard про лимбо и долбаного гуся в следующем году baldur's gate вышел все кинулись проходить но я чуть не очень вижу смысла проходить такую длинную вдумчивый rpg с просто тонны диалогов и кучи вот этой вот возни во время боя именно на стримах мне кажется это как-то слишком заумывно было бы ужасное вышло от вас полон далее которые забросил после двух стримов прям прям забросил редко когда вот так решаю прям все все это точно не буду проходить и тут понимание пришло вышла экспансия от telltale games я прошел первый эпизод прошел второй эпизод дальше решил переключиться сегодня плохая игра я бы хотел бы пройти в оставшиеся эпизоды далее вышел ремастер the trend action кстати к нему прикрутили лишь патч и теперь он идет 60 кадров на playstation 5 можно было бы надо пройти проходили пол ночи ford solis про марс запомнилась мне эта игра атмосферненько так было далее посмотрели с лёхой на рома редкор ну как купили на пару посмотрели оба разочаровались игра чисто для фанатов роботов немножко поиграли в sunken land такая себе игра мне не зашла совсем и далее окунулся я полностью старту долго 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 в starfield я играл 15 стримов и чет как-то подзаглохло все это дело а я по моему приболел как обычно хотя и не знаю но через четыре дня по стриме улайсов и релизнулся дальше which fire по стриме ул один стрим у вас уфи кстати не такая же плохая игра но тоже как-то на стримах не особо мне кажется это все смотрибельно хотя вот если из соус лайков играть то я бы поиграл именно в лайсов пи далее which fire которыми совершенно не зашел что-то какая-то муть дополнение для resident evil 4 правду вонг неплохо мы оттянулись и далее дополнение лучшее в этом году это киберпанк призрачная свобода конечно же поиграли посмотрели все концовки кайфанули в общем было хорошо и приближаемся уже сочной осени ну хотя сочная осень началась со starfield assassin's creed вышел долго ждал я assassin's creed с удовольствием окунулся прошел и мне понравилось хотя и звезд с неба не хватает как средний дальше посмотрел я за это матур который так и не вышел в этом году перенесли его и на lords of the fallen я тоже посмотрел впервые тоже соус лайк не зашло а вот что зашло но тоже не супер сильно хотя хотя вот ну понравилось понравилось да новый человек паук человек паук 2 прекраснейшая игра снова красиво мощно ярко громко но не так запомнился как первый спайдермен хотя до первое впечатление но его сложно перебить не знаю может и игра была такой без понятия но как-то в конце венома я бил уже через силу с честно не очень затянул сюжет второго человека паука но как игра по геймплею по спецэффектам по сценам это просто топ конечно вообще наверное назвал бы лучшей игрой для себя в этом году это хогвартс вот как-то так посмотрел возвращение в море на один стрим такая забавненькая игрушечка можно было бы сыграть с друзьями кстати говоря далее вышел алан way который прям что-то такой долгий интересный много гениальных моментов и ходов но такой долгий боже мой с одной стороны я его как я уже говорил и сам затягивал в прохождении потому что я обшаривал все уголки и собирал все что только можно с другой стороны мне как-то не понравилась игра за ауна в потустороннем мире темной обители посмотрел я на рыбакопа который кстати хорош эти весьма хорош рыбакопчик я еще не затронул те игры которые проходил на видео сейчас глянем сейчас же все раздельно у меня тут видео отдельно трансляция отдельно а рыбакоп хорош очень ностальгический очень такой атмосферный но вот что-то как тоже прохождение не сложилось не добив алана вэйка быстренько за два стрима прошел новый call of duty который просто дрянь какая-то посмотрел один раз инвинсибл может и стоило бы до конца пройти неплохая бродилка люблю всякие такие симуляторы хождения слегка поиграли в dungeons 4 забавная забавная игра опять я попытался пройти алана вэйка ночью приболел и появился уже спустя три недели только на прохождении последний топ игры этого года аватар убежи пандоры и проходил проходил далее вышел the day before провальный совершенно ну хоть разочек на него посмотрели потом еще разок сыграл аватара потом закончил алана вэйка и опять что-то у меня печет я прихворал далее я сыграл на видео в году вор вальгала закончил уже ее на стримах потом мы с лёхой сыграли в калибр и в конце года последний стрим у нас по огурц легаси с русской озвучкой от games voice превосходная русская звука давайте посмотрим что я не учел в видео которые были за этот год а там были вообще-то игры да там были вообще-то игры друзья и так 2023 ну помимо всякой мелочи дыма версий игра фильмов голум был у меня пройден на видео самая провальная все-таки игра этого года думаю это голум далее амнезия отличный хоррор я думаю вам также понравилось как мне олдскульный жуткий напрягающий в общем все как мне нравится все вот как и должно быть в амнезии несколько обзоров на ноуты и mortal kombat также был пройден на видео ну очередной mortal kombat который для меня лично как-то звезд с неба не схватил сюжет избитый вселенная куча одинаковых ну вроде одинаковых вроде разных персонажей в общем такая тема мне не по нраву ну и еще посмотрел я упорт и ходячий мертвец из walking dead destinies ну проходите конечно не буду это целиком но чисто поржать на одно видео было прикольно вот друзья это что по играм которые у нас были в 2023 году давайте же посмотрим что у нас ждет 2024 и так игры даже не так давайте по-английски games 2024 найдем какой-нибудь сайт но можно википедию конечно просто открыть которые были чисто анонсированы но там не будет тех которые хотя можно и на вики посмотреть давайте те посмотрим у которых есть точная дата выхода месяц жестко цветила я смотрю и которые мне интересны стратежка war hospital ну на один стримчик может быть глянем начале января далее 18 января принц персия принц персии от юбисофта тоже я смотрю и никто не ждет так что я я хочу пройти ее полностью далее ремастер last of us part 2 но тут наверное на 1 стрим максимум я не понимаю что там ремастер там отличная графика просто хотят игру еще разочек продать почему бы нет лайка драган инфинт вэлс я бы сыграл как и в лайка драган гайден the man who raised his name который выходил в конце к еще этого года когда я записываю а тут в январе выходит еще один лайка драган но у меня на канале конечно такое не смотрят я бы может быть разочек и глянул таким 8 там по случаю покупать его точно не стану может если кто-то отгонит я бы посмотрел разочек далее февраль феврале у нас 2 выходит suicide squad убить лигу справедливости обязательно поиграем очень жаль что без русского языка но обязательно все равно поиграем 13 феврале выходит banishers это новая игра don't not entertainment что-то достаточно интересная как и такая экшен rpg весьма интригует меня эта игрушечка скалом bones выходит 16 февраля юбисофт наконец-то может быть вы мучит этот скалом босс бонс выпустит его он провалится ему уже закроем эту тему со скалом бонс полностью выходит sounds of the forest в релиз 22 февраля интересно посмотрим сюжете сам полностью появится далее ремейк brothers a tale of two sons это игра первая игра от юсефа фареса который известен своими превосходными кооп играми его и его и аут и и takes two он теперь делает ремейк brothers который мы тоже обязательно с лёхой пройдем это прямо маст хэф игра final fantasy 7 и бурс выходит 29 февраля вот я очень хотел бы посмотреть может быть если получится пройти седьмую часть до этого момента очень хотелось бы в релиз выходит outlast trials 5 марта не знаю может на один раз илона илона and dark выходит 20 марта я бы обязательно проиграл даже если она будет провальный мне очень импонирует эта серия игр также 22 через два дня выходит dragons dogma 2 я проходил первую часть на тв так что знаком с сюжетом и с миром будет интересно окунуться во вторую часть поиграть посмотреть также 22 числа и надеюсь хоть что-то перенесут 22 марта выходит rice of the running и это игра team ninja эксклюзив playstation 5 ну посмотрим не то чтобы меня как-то сильно она зацепила и вроде как это больше будет похоже на секиру ну посмотрим посмотрим ничего не могу сказать далее все меньше у нас анонсов меньше анонсированных с точной даты выхода игр вот в апреле например вообще ничего я не вижу интересного ума и тоже в августе выходит вот black me fukong выходит в августе выглядит просто превосходно надеюсь что так же будет и на деле весьма жду на сентябрь аж на сентябрь перенесли второго space marine а бархаммер 40 тысяч space marine хотелось бы пройти первую часть она короткая я ее не проходил даже в свое время и хотелось бы пройти первую часть я даже настроил ее просто ради интереса решил запустить посмотреть даже настроил и в 4k сейчас смог запустить вот далее игры у нас идут которые не анонсированы дата выхода у них и я вот упомяну те которые интересны и вовт от обсидиан of как новая крупная рпг значится ну не знаю посмотрим ну и неизвестно выйдет ли она вообще в 2024 оно было бы интересно посмотреть конечно но чтобы она не была такой тягомотный как за аутер волк далее да я просто смотрю ничего особо меня не цепляет по алфавиту тут у нас игры расположены я уверен я многое пропущу очень дата релиза еще у stalker конечно же нет я думаю вы все ждете когда я вспомнил эту игру если не начнут банить прохождение то я конечно ее пройду естественно не фанат stalker и не проходил предыдущие stalker и но как бы как не приобщиться все-таки такая игра важная так 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 все смотрю я смотрю что-то grid fall неизвестно выйдет ли в 2024 но вот уже анонсирован grid fall to the dying world от спайдерсов ну интересно будет посмотреть вряд ли они конечно выпустят и 2024 little light most 3 очень жду правда теперь она от supermassive games что наводит конечно на какие-то сомнения но посмотрим очень бы хотел сыграть в рима ремейк lollipop chainsaw это старая игра с playstation 3 который сейчас делают ремейк там нужно за черлидершу бензопилой мочить зомбаков что-то в стиле дэдрайзен ну вот да вот как дэдрайзен тоже весело и режем зомбаков вот так очень хотелось бы сыграть ну я думаю сыграю почему бы и нет так что у нас еще на имя чего нет на н тоже нет на о нет на п уже ничего не вижу переходим к с ничего особенно не вижу забавный мастер сэма и макса the devil's playhouse интересно это же telltale games был сэм и макс может я чё пут ахилл блэйд 2 анонсирована тысячи 24 я думаю точно выйдет 2024 осенью наверное вышла недавно озвучка для первого холл блэйда и очень бы хотелось посмотреть на 2 несмотря на то что он конечно очень странно но тем не менее интригующий далее южный парк почему-то не стоит в окне анонсов он должен выйти в марте южный парк снежный день очень жду от течки nordic издатель разработчик fashion очень жду новую игру по южному парку игра про зиму но выходит в марте ну видать раньше они просто не успели сделать обязательно буду играть да вот здесь stalker опять же упомянут и star wars outlaws да и я я прям жду я надеюсь что это будет обалденная прям игруха у издатель ubisoft массив интертеймент разрабатывает я прям жду по геймплею выглядит прям бомбезно очень 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 надеюсь на то что не подкачает тест-драйв unlimited но это меня не особо цепляет вам файл за маску ряд bloodlines 2 на конец года запланирован очень-очень измученная игра прошедшие через производственный ад ну надеюсь все таки сменившие студии разработчиков так далее но надеюсь все таки они не выпустят я она будет достаточно хороший будет обидно если нет 2 у нас два я думаю тоже выйдет 2024 потому что telltale games ну вот экспансию выпустили 23 почему бы волка среди нас не выпустить вторую часть 2024 и на этом все друзья на этом по играм у нас все я конечно же вам обещал что я вот в таком антураже скоро буду стримить скоро буду записывать видео но в итоге получается так что я все никак не вот кнопочку у кнопочку но не кнопочка вот повесил логотип мощный который был сделан еще год-два назад наверное у меня прекрасный can to katana из one piece она кстати сериал от netflix и one piece посмотреть который мне кристина подарила и вот полочку там с фигурками там все вот это вот сделал но как-то все не разгребу у меня очень много тут вещей тут накопилось родителей очень много всего забрал что меня там было лишние компы и так далее и поэтому все никак не могу привести комнату в божеский вид чтобы вот у меня всегда было задний фон вот именно такой как вы сейчас видите а поэтому вот снимаю все еще с хромакеем так мне пока что попроще изменений никаких на канале я крупных не планирую на следующий год потому что много дел в принципе и поэтому ну не до все постараюсь единственное что я очень-очень-очень хочу делать больше контента для бусти подписчиков потому что я его практически не делаю заштукаюсь простите меня пожалуйста и спасибо что продолжаете меня поддерживать я очень-очень надеюсь реабилитироваться найти время главное чтобы еще здоровье позволяло то чтобы делать для вас эксклюзивный контент и также успевать и стримить и записывать еще на и этого видео чтобы все главное хватало и времени и здоровья что еще может быть я вспомню благодарю глеб за прекрасные баннеры на канале превосходно очень красивые также пишите на телегу телеги очень много новостей ну как очень много новостей но я стараюсь постить что нибудь интересненькое из своей жизни или просто чёт какие-то новости а также если вы хотите получать уведомления о новых стримах своевременно и быстро обязательно купите в дискорд там уведомления приходят мгновенно это самый лучший способ получать оповещение о стримах новых потому что youtube конечно не всегда рассылает уведомления к сожалению надеюсь что в следующем году у нас ничего не ухудшится по ситуации я конечно не питаю надеюсь что что-то улучшится наши с вами общей жизни меня на канале надеюсь что youtube не забанят и будем играть будем смотреть новые игры будем отдыхать и хорошо проводить время вместе с вами также хотелось бы еще поблагодарить топовых подписчиков топовых не подписчиков а топовых донаторов донаторов в этом году у нас вот я смотрю по последнему стриму это первое место bassist bassist дружище благодарю тебя огромнейшая за такую мега внушительную поддержку мхак точно также присоединяюсь благодарю наблюдатель наблюдатель как-то точечно так заходил но очень мощно закидывал благодарю тебя алекс горланов на четвертом одессит на пятом кудесник на шестом анмара ирушик я уже потерял счет катеринка илья просто катя слава кольцов арчи евгений арканар и анастасия джей спасибо вам большое это 15 топовых донаторов также очень-очень-очень много тех кто а просто меня поддерживает время от времени и естественно давать много но вот нет 15 влезает спасибо вам большое друзья за то что продолжаете меня поддерживать еще раз благодарю тех кто подписывается на бусти это такая поддержка в долгую и она к сожалению именно вот в списке донатов не входит но спасибо вам большое я зайду сейчас на бусти и попробую найти тех кто больше больше всего подписчики по времени кто больше всего был подписан если если где-то такое 131 прекрасный человек на данный момент подписан платно на бусти благодарю вас всех ребят просто от всей души наверное вот самый стадо вот она самые старые вот точно кто дольше всех подписан это резер тори вин с лентин димон виктор матвеев на гор кирилл спайдер алексей смирнов анастасия джей просто катя димон 31 12 александр лазут меня к сожалению тут просто три точки не влезает илвар виктор бажанов мимишкин с дмитрий куц иван дэн калугин дмитрий уваров это видимо просто кто кто был подписан с самого начала то есть это не продолжительность видимо подписки катеринка соня серега кашин спасибо вам ребят и также по видимо сумме поддержки что ли убыванию это тори вин мистер соул ирина кью светлана колесникова марго турман куру саги анастасия джей снова ил кодор александр 86 ксенечка ирина каркур александр опять же лазуткин не знаю или не знаю как все пресаер илвор веток ошевник иван алексей смирнов виктор бажанов селентин андрей молотков никита крылов многие 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 другие извините пожалуйста если вас не упомянул но вроде как я многих 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 упомянул вот спасибо что продолжаете подписываться спасибо что продолжаете меня поддерживать дорогие друзья я очень вам благодарен вроде как всех упомянул всех поблагодарил про игры поговорил про машину которую мне кристина подарила вам не упомянул но в общем теперь у меня есть собственный автомобиль вы думали что ютуберы живут бедные ездят на метро нет 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 ребят собственный бмв ай 8 о да и он хорош ну вроде как на этом я думаю все будем заканчивать и будем ждать новых игр будем ждать хороших новостей следующем двадцать четвертом году еще раз всех вас с новым годом введите этот год отлично отметьте его просто превосходно своими любимыми дорогими и будьте счастливы новым годом